По сложившейся доброй традиции, сегодня в администрации района чествовали студентов-отличников высших учебных заведений, выпускников школ Кашхабльского района. Им вручается стипендия имени Тимбота Магомедовича Кирашева, нашего земляка, великого писателя, воспевшего мужество и красоту своего народа. Тимботу Магомедовичу сегодня исполнилось бы 115 лет. На торжественной церемонии вручения стипендий имени Тимбота Кирашева присутствовали министр образования и науки Республики Адыгея Анзаур Кирашев, глава района администрации Заур Хамирзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, председатель общественного движения Адыгахаса Аминни Пшикуев, главы сельских поселений, ну и, конечно же, отличники. 22 июля 1993 года было подписано постановление номер 289 об утверждении данной стипендии. В начале стипендия выдавалась два раза в учебном году по итогам каждой сессии и впервые была присуждена по результатам второго полугодия 1993-1994 учебного года студентам-отличникам. Тогда стипендию получили 10 человек. Это были выпускники средних школ 1, 2, 4, 5 и 11. Сегодня стипендия выплачивается 56 студентов вуза в Республике Адыгея, городов Москвы, Краснодара, Ростова-на-Дону, Сочи, Новочеркасска, Пятигорска, Армавира. Они будущие учителя, врачи, юристы, экономисты, строители, инженера, лингвисты, менеджеры, искусствоведы, социальные работники, землеустроители и многое другое. Среди них есть студенты, получающие стипендию все годы обучения. Это жреца Александра, Кателевская Виктория, Гончарова Екатерина, Аванесян Айкуи, Нера Рустам, Гагуноков Азуэт, Харетлива Мадина, Тутариша Ворозет, Коконова Дерихан. Есть также и семейные династии. Это Гумфус Султан, Лефисет Замирет, сестры Адальяновы Екатерина и Татьяна. Слово для приветствия было предоставлено главе Раионы Зауру Хамирзову. Сегодня мы вручаем очередную стипендию лучшим студентам Кашхабрского района. И я хотел бы сказать, что сегодня вообще знаменательная дата. Именно сегодня, 16 августа, исполняется 115 лет со дня рождения нашего выдающегося земляка, основоположника английской литературы, знаменитого советского писателя Тинбота Кирашева. Мы сегодня приурочили эту дату. И я хотел бы вам сказать, что мы гордимся вами, потому что вы являетесь лицом Кашхабрского района. И я надеюсь, пройдет некоторое время, и вы станете очень хорошими специалистами, востребованными в этой жизни. Я всегда говорю, что, хотя у нас очень много людей, которые имеют высшее образование, но зачастую я, как работник муниципал, ощущаю острую нехватку кадров. Поэтому, ребята, я искренне вам говорю, я горжусь вами. Неважно, где вы учитесь, в Майкопе, в Ановире, в Ростове, в Москве, вы всегда должны получить, вы обязаны получить хорошее образование. Вы обязаны всю жизнь утверждать себя. Вы должны заниматься самообразованием. Да, базу, которую вы получили в средней школе, базу, которую вы получаете в высшем учебном заведении, ее нужно постоянно поддерживать. Поэтому я надеюсь, что со временем многие из вас вернутся сюда, в район, и мы вместе будем работать. Или те, кто пожелает работать за пределами республики, я вам всем желаю удачи. Я хотел бы поблагодарить всех вас за вашу желеоустремленность. Я хотел бы поблагодарить родителей, которые вкладывают в вас все силы, всю душу. Хотел бы поблагодарить педагогический коллектив Кашкаповского района. Поверьте мне, нам абсолютно нечего доказывать. Вот последние несколько лет результаты, где я все время отслеживаю эти моменты, у нас потихонечку, но дело идет на улучшение. Образование в нашем 21 веке это все. Не имея нормального образования, не имея нормального специалиста, нечего думать о том, чтобы о богосостоянии, о улучшении богосостояния страны и народа. Поэтому я надеюсь на вас. Я надеюсь, что многих из вас в следующем году мы точно так же будем честовать. Я вам желаю всем здоровья, счастья, успехов вашим родителям. И дай Бог, дай Аллах, что у вас будет, все, о чем вы мечтаете. К виновникам торжества обратился председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев. Прежде всего, добрый день всем присутствующим на сегодняшнем таком знаковом, очень хорошем мероприятии. Важным для нашего района, важным прежде всего для нас, потому что мы сегодня даем оценку, прежде всего, уважаемые наши конкурсанты, вашему труду. На данном этапе жизни, я считаю, что в жизни будет много разных направлений, разных дел, но сегодня главная ваша задача – это учеба, главный ваш труд. Вы сегодня, на вас надеяться, смотрят ваши родители, за вами непременно сидят, сидят те, кто у вас выпускал со школы, ваши учителя. И все, поверьте на слово, все очень довольны тем, что вы и дальше показываете хорошие стихи. Сегодня все вы знаете, что рынок труда переполнил предложениями, но всегда во главу глав всегда стоят те специалисты и тот работодатель, прежде всего, будет отдавать предпочтение тем, которые именно проявили себя во время учебы. Прежде всего, будут смотреть на то, как вы учились. Спасибо вам за ваш труд, удачи вам, большие жизненные достижения, потому что, получая образование, вы стоите на большой развилке жизни. Получив его, вы, несомненно, выберете тот путь, тот нужное направление, которое принесет в дальнейшие вам плоды, ради чего вы проучились. Всех благ вам и больших жизней достижения, ребята. Как уже было вышеотмечено, на мероприятии присутствовал министр образования и науки Республики Адыгея Анзаур Кирашев. Он же является внуком нашего знаменитого земляка, основоположника адыгской литературы, Тимбота Магомедовича Кирашева. Уважаемый Заур Аскарбеевич, уважаемые друзья, добрый день. На самом деле, в этом зале я бывал много раз. И, наверное, самыми волнительными моментами, вот было как раз начало 90-х годов, когда я сам был стипендиантом, вот, и получал стипендию иметь имбота Магомедовича Кирашева. Если говорить сегодня о Республике, то Республика, в первую очередь, это люди. Люди, это все мы, в том числе те молодые люди, которых мы сегодня здесь чествуем, которые здесь находятся, в этом зале. И сегодня, наверное, сложно что-то планировать, что-то загадывать, если мы не знаем, кто все это будет воплощать в жизнь. И вы, ребята, я, может быть, немножко высокопарно скажу, но на самом деле вы наше будущее. И то, что сегодня вы так хорошо работаете, а учеба – это труд, конечно же, в первую очередь, в этом огромная заслуга не только ваша. Конечно же, в первую очередь, это ваши родители, это школы, в которых вы получили среднее общее образование, но и в том числе ваши преподаватели в вузах, которые вам сегодня дают ваше уже основное базовое образование. Но и, наверное, самое главное все-таки – это ваше желание быть лучшими, ваше желание состояться в этой жизни, принести пользу обществу, своей семье, добиться каких-то результатов. Но и вдвойне отрадно то, что вы сегодня представляете Кашкабльский район. Потому что благодаря каждому из вас сегодня в разных уголках нашей большой родины знают о том, что есть такой район, что здесь работают такие великолепные педагоги, которые смогли воспитать столь замечательных детей, которые на отлично получают высшее образование. Вот Заврос Корбевич сказал, что есть сегодня нехватка в кадрах. Да, на самом деле это сегодня чувствуется. И мы очень хотим, конечно же, чтобы каждый из вас в первую очередь состоялся в своей профессии. Чтобы вы вернулись и строили вместе с нами нашу дорогую республику. Чтобы вы уже прославляли ее не как студенты, как вы делаете это сегодня, а как уже потом молодые специалисты, но и в последующем как состоявшиеся люди, профессионалы своего дела. Очень радует, что вот эта традиция, она уже без малого 25 лет. И ежегодно вот многие ребята, которые получали эту стипендию, сегодня уже состоялись и сегодня уже тоже им уже не надо ничего доказывать. Они доказали своим трудом и тем, как они приносят пользу сегодня обществу. Что касается, конечно же, Тимбота Магомедовича, я благодарен. Я всегда это повторяю от нашей семьи, не только от себя лично. Конечно же, я благодарен в первую очередь району, я благодарен Аулу за то, что память о нем живет, о том, что здесь гордятся, чествуют его. И это не только приурочено каким-то круглым датам, это фактически на протяжении, ну, это происходит практически каждый день. И это, наверное, правильно, потому что любой народ жив в своей истории, жив своими героями, теми людьми, которые восхваляли его. Ну и, наверное, Тимбот Магомедович по праву может считаться одним из тех, кто восхвалял адыгов, адыгею, свой родной аул, свой родной район. И за это, конечно же, огромное отдельное спасибо. А еще раз обращаясь, конечно же, к нашим сегодняшним виновникам торжества, я желаю вам крепкого здоровья, я желаю, чтобы каждый из вас не разочаровался в той профессии, которую вы выбрали. И мне очень хочется, чтобы все те планы, которые вы перед собой ставите, вот те мечты, которые у вас есть, они все обязательно сбылись. Потому что мы прекрасно понимаем, что без воплощения в жизнь ваших планов нет будущего у нашей страны и у нашей республики. Спасибо большое. Затем выступил председатель общественного движения Адыгахаса Амини Пшакуев. Сегодня такие прекрасные молодые люди вы уже завершили подвиг. Не только вы своей учебой, своим трудом радуете своих родителей, но и радуете все население нашего района. Вы являетесь сегодня показательным лицом и для тех учеников, которые сегодня обучаются в школах. И тем более вы являетесь и показателем нашего подрастающего поколения. Правильно, на вас надеются не только родители, надеются на вас и район, надеются на вас, наша Великая Родина. А то, как вы сегодня обретете знания по специальности, в последующем она станет ключевым и в получении работы, и в дальнейшем становлении как специалистов, как личности. Адыгахаса с величайшим удовольствием следит за нашими такими прекрасными людьми. И мы выражаем надежду, что вы станете теми людьми, которые прославят Ау, прославят наш родной район и нашу Великую Родину. Я желаю вам крепкого здоровья, желаю, что вы достигли и по своей специальности, и в жизни больших успехов, чтобы радовали нас всех и имели преимущество не только в знании, но и в своих дальнейшем, по следующим деловых качествах. Желаю вам всем удачи. Спасибо. Среди студентов, которые в 1994 году первыми получили стипендию, была выпускница Ходзенской средней школы, студентка второго курса АГУ Белла Кормальева. Сейчас Белла Хасанбеевна является преподавателем Адыгейского государственного университета, она кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и педтехнологии. С напутственными словами Белла обратилась в этот день к студентам. Для меня большая честь сегодня быть здесь вместе с вами. Единственное, что человек оставляет после себя, это память. Не случайно в культуре многих народов желают вечной и светлой памяти. Имя основоположника адыгской литературы Тимбота Магомедовича Кирашева вписано золотыми буквами в культуру нашего народа. Вместе с тем для сотен студентов высших учебных заведений, уроженцев Кашхабрского района, среди которых была и я, помимо материальной поддержки, которая в 90-е была очень значимой и существенной, имела большое моральное значение. Быть Кирашевским стипендиатом было и есть предметом гордости. Если раньше можно было получить одно образование на всю жизнь, то сейчас действует принцип образования через всю жизнь, то есть непрерывное образование. Поэтому будьте открытыми к новым знаниям и помните, что успеха достигает не самый сильный, а тот, кто лучше приспосабливается к изменениям жизни. Успехов вам, ребята! Держите вот заданную планку и не снижайте ее ни в коем случае. Успехов! Затем началась церемония вручения стипендии. Эту приятную миссию выполнили глава районной администрации Заурха Мирзов и министра образования и науки Республики Адыгея Анзаур Кирашев. Начальник управления образованием Кассия Киргашев в свою очередь отметил, что выпускники Кашхабльского района не только отличники учебы, но и самые активные члены студенческого сообщества. Так, совсем недавно дирекция среднеобщеобразовательной школы номер один и родители студентки 4-го курса юридического факультета сочинского филиала Сусана Гидзовой получили благодарственные письма. С ответным словом на мероприятие выступила сама Сусана. Меня зовут Гидзова Сусана, студентка 4-го курса Сочинского института Российского университета дружбы народов. Мне посчастливилось получить стипендию имени Тимбота Кирашева и сегодня я здесь, чтобы поблагодарить всех тех, кто так или иначе поддерживал меня. Спасибо администрации Кашхабльского района, во главе с Мирзом Зауром Аскарбевичем, за оказанную финансовую поддержку. Спасибо моим школьным учителям за их колоссальный труд, безграничное терпение. Школа была одной из важнейших ступеней в моей жизни и я счастлива, что училась в средней общеобразовательной школе номер один. Вообще существует огромный список тех, кого я хотела бы поблагодарить, всех и не перечислить, но я не могу не сказать спасибо моим родителям, Гидзовой Нуре Трамазановне и Гидзову Хазрету Фусейновичу, которые были и сейчас являются моей поддержкой, моей опорой. Спасибо, что в любой ситуации, будь то подъем или падение, вы всегда рядом со мной, для меня это многое значит. И напоследок хотелось бы сказать следующее. Получать финансовую поддержку всегда приятно, это становится своего рода подтверждением твоих успехов, в данном случае в учебе. Но важна не только материальная сторона, главное это само поощрение, одобрение достижений. И это правильно, для такого человека, ему хочется чувствовать, что то, что делает, кому-то нужно. И такие поощрения придают уверенности в своих силах и дают импульс для новых достижений. А также хотелось бы пожелать моим спешникам, студентам терпения и верить в свои силы. Каким бы трудным ни казалось стоящее перед вами препятствие, никогда не останавливайтесь и никогда не сдавайтесь, потому что достижение поставленной цели дарит ощущение настоящего восторга. И я каждому желаю испытать это невероятное чувство, успехов и новых достижений вам. Спасибо. Завершилось мероприятие возложением цветов к убюсту Тимбота Магомедовича Кирашева в Центральном парке аула Кашхабль. Тимбота Магомедовича Кирашева Тимбота Магомедовича Кирашев Тимбота Магомедовича Кирашев Тимбота Магомедовича Кирашев Тимбота Магомедовича Ки الج Councillor Субтитры создавал DimaTorzok